Уже вторую осень в Республиканской спортивной школе по волейболу и баскетболу проходит открытый кубок по волейболу памяти заслуженного работника физической культуры Мордовии Виктора Матвеева. Именно он стоял у истоков создания в 2003 году профессионального мужского волейбольного клуба «Саранскабель Мордовия». Был начальником команды, которая дважды становилась чемпионом Европы среди студентов. И потом, когда коллектив переживал трудные времена, восклавил его и личным примером стимулировал волейбольную молодежь Мордовии и стремиться к высоким результатам. Виктора Михайловича нет с нами почти два года, но его помнят не только в родном регионе. Мы уже более 40 лет сотрудничали именно в этом. Начинали с Буревестника играли еще, когда команда была. Потом, когда Виктор Михайлович организовал волейбольный клуб и команда играла, мы и там пересекались, где-то обменивались игроками, информацией, делились опытом. То есть вот на этой основе и сотрудничали с ним. Удивительный человек. Я ни разу, ни разу во время игры, как бы она ни складывалась, там неудачно бывает, мы-то кричим, мы тюкаемся. Он никогда в жизни, я не слышал, чтобы он ругнулся. Жалко, конечно, ушел раньше времени. Мордовия потеряла, конечно, с ним. Ну, таких, наверное, там нужны такие хорошие люди. Потому что, как правило, подлецы почему-то здесь, а вот все хорошие уходят раньше времени. Команды из Саратова и Ульяновска приехали в Саранск, чтобы побороться за почетный трофей с хозяевами площадки и первыми обладателями Кубка Матвеева – командой «Оптик Энерго» Мордовия. Динамовцы, которые играют в зоне при Волжье первой волейбольной лиги чемпионата страны, привезли на турнир молодежный состав, состоящий с 15-16-летних игроков. Наши постоянные соперники по зоне ЦФО Первой лиги – «Саратовский энергетик» – тоже играют исключительно местными воспитанниками. Не потому, что мы такие великие, шутит тренер, потому что нет финансовых возможностей. В нашей команде тоже произошли некоторые изменения. Ушли четверо легионеров, но им на замену пришли другие опытные волейболисты, которые должны будут по ходу сезона усилить игру команды. Это игрок первого темпа Евгений Зименков, который уже играл в «Оптик Энерго» в позапрошлогоднем победном сезоне, да игровщик Алексей Головин, который стал чемпионом Первой лиги в прошлом году в составе Тамбова, и еще несколько спортсменов, которые пока находятся на просмотре. Но в этом турнире «Оптик Энерго Мордовия» сделал ставку на местных воспитанников, которым перед стартом сезона особенно важна игровая практика. Мы многое решаем в этом турнире. Предсезонный турнир более-менее значимого уровня, где собираются сильные команды. Планировали шесть команд, но по причинам команды только три приехали. Но они тоже участники Первой лиги, чемпионата России. Саратов играет в ЦФО, а Ульяновск – в ПФО. И, конечно, мы готовы участвовать в таком турнире, чтобы посмотреть здесь состав такой 99% своих воспитанников. В течение двух дней соревнований Кубка Матвеева команды сыграли друг с другом по два раза. По три победы и девять наборных очков в свой актив записали коллективы из Саранска и Саратова. Обе команды дважды превзошли молодежку динамовцев. А в играх друг с другом поделили очки, одержав по одной победе и по разу уступив. Пришлось смотреть на дополнительные показатели. Они оказались лучше у «Оптик Энерго». Так что второй год подряд Кубок остается в Саранске. В ближайшее время нашу команду ожидает выездной турнир в Кузнецке и несколько товарищеских матчей. И будут, конечно, несколько игр товарищеских еще здесь и на выездах. Будем много играть. Пытаться вот этим вот нашим составом своими, чтобы были готовы в любой момент поддержать. Сезон в первой лиге чемпионата страны стартует для мордовских волейболистов 20 октября. Первый тур предварительного этапа пройдет в Саранске. В нашей подгруппе «А» соперниками «Оптик Энерго» Мордовии будут команды из Саратова, Липецка, Тамбова и Белгорода. Анастасия Мишкина, Игорь Гангаев. Программа «Наш спорт».